Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп А что это у нас тут такое? Сказочная коллекция «Три богатыря» Вместительные и яркие ранцы Альбомы для рисования Цветная бумага, пеналы И многое другое Что мы любим скажем? Девочки, с вами коллекция тоже есть Все такое блестящее, просто загляденье Собери свою коллекцию «Три богатыря» на сайте Комус Откуда вы такую лошадку взяли? Вместе всегда нам по пути Лучше компании не найти Значки ты знаю и я Жизнь важнее всего семья Это моё семья Идеальный пациент Главное быстро и правильно наложить повязку Ага, понятно Ай-яй-яй, как больно А, как удачно То есть, держись, братишка Да ничего, тут ерунда Не надо йодом Как это не надо? Это же травма Ого, да у тебя талант доктора Ну вот привязалась Ай, укусила Прекрасно, столько практики Садись сюда Готово Но это ещё не всё Гена, тебе нельзя сладкого Вдруг аллергия пойдёт Дай пирожное, я доем А тебе, дружок, я прописываю отвар из подорожника Фу, может не надо О чём спор? У Лизы талант доктора проснулся И она нас хочет лечить А мы уже и так все здоровы Воза, мне показалось Или ты хромаешь? Не-не, тебе показалось Я слегка ногу подвернула, но уже всё прошло Прошло? Нет, ногу надо зафиксировать Бинт гипсовый Вот что надо Принесите доктору воды Я пока осмотрю ногу Хорошо, Лизочка Я только схожу за книжкой Буду её читать Сидя с загипсованной ногой А мы за водой Я вас буду ждать там, за столом Эй! Эй! А куда вы все делись? Эх! Такая практика пропала Малыш Расскажи доктору, что у тебя болит? Ничего не болит Я здоров Ай-яй-яй Спит под палящим солнцем Тимоха, проснись У тебя тепловой удар Да А я и не заметил Мне лучше знать Я доктор Я уже почти весь справочник прочла И всех вокруг вылечила Да? Я люблю болеть Ничего делать не надо И все за тобой ухаживают Давай, доктор Начинай Доктор Ты разве не в курсе Что больному требуется Обильное питье? Ээээ Как вас забивалось перенести Морс надоел Лимонад неси Слышишь? Лимонад Фу Жарко мне что-то Помоши на меня чем-нибудь Моши сильнее Вообще Я чувствую, что витаминов у меня в организме маловато Ох В яблоках витамин С В молоковке витамин А И клубники Клубники побольше Фух Вон какой аппетит хороший По-моему Я тебя уже вылечила Ну что, мед не еда Это лекарство А мне кажется, ты абсолютно здоров Абсолютно здоровых не бывает Бывают недо Недо Обследованные Ты куда? Мы с Розой на остров решили сплавать Я с вами Стой! Ты же мне еще витамины группы В не давала Так Витамины группы В Это булочки и бублики Тащи быстрее Ох, хорошо Эх, так не честно Доктор! Ай Ох Греби скорее, скорее Лиза, вернись Это же я Твой идеальный пациент Мой идеальный пациент Мой идеальный пациент Лечить тебя охоты нет Решила я в один момент Что я не доктор, а поэт Ого, в рифму получилось Может и правда у меня не влачебный дал А поэтический Да, Лизочка Лучше стихи сочиняй Ха-ха-ха Вдохновение С дедушкой на рыбалку ходить Конечно, здорово Но вот червей в этой яме копать Терпеть не могу Ох Ох Какая красота Не замечала, насколько прекрасны дачные рассветы Ох, стихи! Надо скорее записать Прекрасны дачные рассветы Ну-с, начнём Прекрасны дачные Дружок, я занята важным делом Творческим Я тоже творческим Сделаю сейчас накат для скейта Хорошо-то как Птички поют Да он даже не понял Ты думаешь? Нельзя ли потише? Ну, вообще Ты чего подслушиваешь? Представляешь, у нас на даче даже негде нормально поговорить Везде кто-нибудь вылезет Я первая сюда пришла Да что ты говоришь? Прекрасны дачные рассветы Отвлеклась Прекрасны дачные Угу Ах 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 Куда от вас спрятаться? Ах 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 Наконец-то тишина Прекрасны дачные рассветы Когда коснётся солнца луч Что это? Четыре Пять Шесть Семь Откуда это? Девять Десять Девять Двенадцать Тринадцать Лиза не отвлекай Отмеряю нужную дозировку Долго ещё будешь отменять Четырнадцать Пятнадцать Ровно четыреста восемь капель Двадцать два Двадцать три Двадцать три Это невыносимо! Я не могу ободать в такой обстановке Аааа! Ааа! Да Коснётся солнца луч Луч, туч, иду на посадку. Лиза, поиграй со мной. Не могу, я занята. А чем ты занята? Стихи сочиняю. Почитай. Не готова ещё, вдохновение ушло. Ну как, Лиза, пришло вдохновение? Нет, малыш, не пришло. Пришло? Нет, не пришло. Вот тебе, малыш, ещё самолётик. Э, да у нас тут шторм девять баллов. Отставить сырость на корабле. Ну-ка, рапорт в двух словах. Хотела стихи написать, как у нас красиво на даче. И ничего не получается. Вдохновения нет, ещё мешают все. Да, вдохновение дело такое тонкое. Это называется муки творчества. Все поэты так страдают. Все? Обязательно. А давай-ка пока окуньков к ужину половим, а? Эй, смотрите, сколько рыбы мы наловили. Серьёзная заявка на победу. А какая красота там на озере. Деревьи отражаются. Вода сверкает, как золото. Прекрасный дачный расцвет. Что это с ней? Хе-хе, вдохновение пришло. Так, кто сегодня дежурный по камбузу? Я. Принимаю лов. А ты, дружок, принеси-ка ведро с компостом. Пидать забыли вечер уже. Завтра картошку подкормим. Гвоздь мне в кеды. Вот это красота. И ведь никто не видит даже. Надо хоть сфоткать. Эх, телефон забыл. Нет, это надо нарисовать. Красками, как настоящие художники. Сейчас же, пока есть это вдохновение. Метод мопса Потрясающе! Дружок, ты читал про Шерлока Мопса? Гениальный сыщик. Не до книжек мне, брат. У меня мяч пропал. Пропал? А может, его похитили? Ага, не смешно. А я не шучу. Как сказал бы Шерлок Мопс, тут попахивает тайной. Тут я его и оставил. Ага, действительно. Что? Меча здесь нет. Ха, тоже мне гениальный сыщик. Лучше скажи, где он есть. Терпение, дружок. Как говорит Шерлок Мопс, спешка худший враг следствия. Видишь следы? Найдем того, кто их оставил, и похититель у нас в лапах. О! Щекотно! Ой! 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 Я чего-то не понимаю. Они что, все похитители? Преступный сговор не исключено, коллега. Но пока мы можем утверждать одно. И Роза, и Лиза, и дедушка были на месте преступления. И это делает их подозреваемыми. Гвоздь мне в кеды! Кто мяч-то взял? Тот, у кого был мотив. У нас еще один след. Но его обладателя мы так и не нашли. Таинственный незнакомец. Преступления просто так, знаешь ли, не совершаются. Кому-то твой мяч сильно мешал. Прячься. Деда, ты случайно мяч дружка не видел? Как же видел? Дело было значиться так. Почему стало темно? Что это? И потом я ему крикнул Ах ты, проказник! Ну, попади же ты мне! Роза, а ты мяч дружка не видела? Что? Еще как видела! Это был мяч дружка! Ой! Лисовала я, никого не трогала. Ах! Ах! Вот! А ты говорил, мяч никому не мешал. Ага, только это не мяч мешал, а я. Мотив был у всех. и следствие зашло в тупик. А что бы твой мопс сейчас сделал? Он бы думал. А когда он думал, он играл на скрипке. О! Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как? Надумался! Ты что-то говорил? Что? Я говорю, ну как? Думается! Не-а! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Не шевелись! Я снимаю ее на видео. Малыш, а ты ведь уже давно видео снимаешь. Есть! Вот он мой мяч! Так-так-так. Ха-ха! Ну привет, таинственный незнакомец! Но ведь сработало! Метод мопса, дружок, когда расследование в тупике, сыщика обязательно посещает гениальная идея. Если, конечно, это талантливый сыщик. А она меня таки посетила. Ага! Талантливый и очень скромный! Что случилось? Дудка пропала! Со стола! Куда? Похоже, тут попахивает тайной. Опять? Через тернии к звездам. Вы слушаете трансляцию с космотропом. Ракета Шпиц-3 вот-вот отправится на Международную космическую станцию. Отсчет пошел. Пять, четыре, три, два, один. Чего голову повесил? Гена, может, мяч погоняем? Счастливый ты, дружок. Скачешь себе с мячом и ничего тебе от жизни больше не нужно. Оп-оп-оп! Теперь коленочкой. А я в космос мечтаю полететь. К звездам. Как говорит великий Спаниэль Несси, если сильно о чем-то мечтать, мечта рано или поздно сбудется. Много твой Спаниэль понимает. Во время взлета космонавт испытывает такие перегрузки, что можно сознание потерять. А невесомость. Космонавты, это считай, супер-псы. Такая у них подготовочка. Так тебе подготовка нужна? Что же ты сразу не сказал? Ты считаешь, это возможно в моем случае? Ты мне поможешь? Какой я брат, если не помогу тебе исполнить мечту? Ракета уносится в космос. Пожелаем нашим парням удачи. Дружок, это обязательно? Да! Подготовим тебя к невесомости! Да, невесомость рановата. Выше! 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 Еще выше! О! Да, есть над чем поработать. Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Так, ничего, будем работать. Вот скажи мне, Гена, что главное для космонавта? Интеллект. Вестибулярный аппарат. Давай-ка твой проверим. Останови! Ты хочешь покорять космос? Останови! Земля. Гена, ты куда? Спать. Сил нет. Стой! Космонавты ночуют в ракете. В скафандре. Порядок. Хоть сейчас на орбиту. Гена! Гена! Гена, ты где? Гена, без скафандра в открытом космосе никак нельзя. Дружок, хватит. Разве не видно? И выйдет из меня космонавта. У меня ничего, совсем ничего не получается. Но спаниель Несси говорит. Мало ли кто что говорит. А как же звезды? Как же твоя мечта? Звезды не для меня. Уходи, дружок. Дружок! Из тебя, Гена, выйдет отличный космонавт. Ага, супер космонавт. Правда, выйдет, потому что ты не подведешь. И вообще, я подумал и решил, летим вместе. Спасибо, брат. Куда, кстати, рванем? Думаю, в созвездие гонщих псов. Честный обмен. Ого! Ты чего так расшумелся? Бесполезно, безнадежно. Через два дня сдавать нормативы по физкультуре. Я стану двоечником. Ха, нашел, из-за чего переживать. Пара грамотных тренировок и все. Нормативы в кармане. А вот у меня доклад по географии. Рехнуться можно. Хм, дружок, а давай я пишу доклад, а ты меня хорошенечко тренируешь. Ха, а что? Вполне себе честный обмен. Держи доклад по географии. Ну что, я справился с поставленной задачей? Ха, ловко ты. Ладно, Генка, потом выучу. А теперь твоя очередь. Готов к своему физическому становлению. Тогда десять кругов по двору. Побежал! Десять? Может, начнем с более реалистичной цифры? У тебя, похоже, есть силы на разговоры? Двадцать кругов! Ну что, неплохо размялись. Думаю, теперь можно приступить к тренировке. Размялись? Знаешь, двойка по физкультуре это еще не конец света. Как-нибудь переживу. А как же наш договор? Я же слово дал, что тебя натренирую. Так, я освобождаю тебя от этого обязательства. А доклад по географии считай это подарок на день рождения или на Новый год. Как захочешь. Ну уж нет. Дружок свое слово держит до конца. Ха-ха! Вот незадача! Похоже, придется попрыгать. Что за глупые шутки, дружок? Развяжи немедленно. А ты попробуй догони! Дружок Ну, молоток, Генка, с такими преградами совладал! Что за гадость? Не гадость, а коктейль «Формула спортсмена». Дай сюда. Укроп, чеснок, баклажаны и много-много капусты. Иммунитет, знаешь, какой будет? «Формулу спортсмена» даже в олимпийской команде используют. Дружок, я просто хочу сдать физкультуру и пить. Ну, раз так, то за этой чугунной стеной пакет прохладного освежающего молока. Вот это я понимаю, силовая нагрузка. Заслужил чемпион. Сделаешь еще три подхода по десять раз, а потом увеличим нагрузку. Что? Я тебе сейчас устрою три подхода по десять! Спокойнее, чемпион! Такого упражнения в списке нет! В каком еще списке? Список нормативов по физкультуре, которые ты успешно выполнил. Поздравляю, умник! Это на пять с плюсом! Жим сидя, кросс, прыжки в длину. Я сделал все это? Я же говорил! Пара грамотных тренировок и готова! Получилось, дружочек! Пять с плюсом! Это нужно отпраздновать! Не время праздновать, Генка. Доклад ты написал, но заучить его мне не по силам. Я пропал. Ха-ха! Пара методически грамотных занятий и ты почти собака Пржевальского! Шучу! Ты спас мою физкультуру, теперь мой долг спасти твою географию. Ведь у нас с тобой честный обмен. ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Чего читаешь? ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ПСИХОЛОГОМ ХОЧЕШЬ СТАТЬ? Ага. Только практики не хватает. Дружок, ты не ушибся? Нет. Пациент, которому требуется психологическая помощь. Дружок, тебе срочно требуется психологическая помощь. Что? Ты чего, Алиска? Совсем заигралась? Никакая помощь мне не требуется. А вот если эта вредная печенька сейчас оттуда не вылезет, то ей точно понадобится помощь. Если пациент отказывается от лечения, это еще не значит, что он сдавов. Так-так-так. Дружочек, постой, не дергайся. Лиза, ты что? Полечимся немножко и все. Вспомни, может тебя в детстве кто-нибудь обидел? Никто меня не обижал. Я сам кого хочешь обижу. Гвоздь мне в кеды. Выпусти меня сейчас же. Все понятно. Повышенная агрессивность на фоне общей тревожности. Надо срочно спасать пациента. Так, начнем с гипноза. Ты спокоен, спокоен, спокоен. Погоди, я тебе такое спокойствие покажу. Хм, возбуждение растет. Попробуем музыкотевопию. Стванна, тревога только усилилась. Для ослабления эмоциональных блоков примените точечный массаж. Хм. Ай, 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 ай. Ой, помогите. Ну, я тебе это припомню. Так, явное нарушение самоконтроля. Лиза! Едется применить экстренные мелы. А-а-а! 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 Лизка возомнила себя великим психологом и пытается меня лечить. Она ведь теперь не отстанет. Двужочек, я спасу тебя. Тебе поможет лечение электрическим током. Слышишь? А-а-а! Кажется, я знаю, как мы поступим. Двужок, Двужок, ты где? Лиза, ты применяешь псевдонаучные методы в двадцать первом веке на службе у психологов робототехника. И мне удалось достать для тебя на один вечер экземпляр робото-психолога. Ой, мне звонят. Минутку. Хе-хе. Чувствую психологическую проблему. Чувствую психологическую проблему. Определяю источник проблемы. Он, он источник. Проблема. Синдром спасательства. Необходимо экстремальное лечение. А-а-а! А-а-а! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ну, потерпей, тигенок. Сейчас будет легче. Привет, Лиза. Чего делаешь? А, тигвы лечу. А-а-а! Лиза? А как же психология? Да, что-то надоело. Я теперь миттиствой хочу стать. Гаучишники ставить, уколы делать. Только вот практики не хватает. Кстати, двужок. А у тебя ничего не болит? А-а-а! Ха-ха-ха! Необычная ночь. Сегодня ночью Луна подойдет к Земле ближе, чем когда-либо за последние две тысячи лет. Девушки не ждали этого дня, чтобы продолжить наблюдения за поверхностью спутника. Алло. Да. Хорошо, папа. Не волнуйтесь. Да, в десять спать. Ага. Целую. Пока. Мама с папой задерживаются в гостях. Папа сказал, чтобы все меня слушались И что всем пора спать Удар вызывал извержение лавы Из лунной мать Сколько я могу повстоять? Где она? Да-да, сейчас Лиза, ты не понимаешь, что сегодня особенный день Сегодня уже ночь Папа и мама велели в семь в десять Ложиться спать А меня оставили за старшую Не возражай мне И не вздумайте хитрить Смотрите, я проверю Безобразие Левый нападающий Пас полузащитнику Гена, ты спишь? Двужок, двужок Папа поворотом Гол Брат, проснись У гены раздвоение личности Он там и сразу тут Их два гены Два гены? Папа поворотом Папа поворотом Папа поворотом Я держу вас Держи его Папа поворотом Эй, вы чего? Выпайся Попустите Эй, вы чего? Гена? Это не Гена Гена спит Гена Гена Проснись Это не Гена Это компьютер и подушки Генка Так это ты Конечно же я Кто же еще? Мы думали, ты спишь Нет Это манекен Специальное устройство Включает и выключает Магнитофон Смотрите Когда мы открываем дверь Механизм из рычагов и грузов Включает магнитофон А когда закрываем Звук выключается Вот и все Хм, оригинально Потрясающе Но зачем такие сложности? Да чтобы ты не мешала Моим научным наблюдениям Один раз в две тысячи лет Луна становится ближе к Земле На одну тысячу Тридцать пять километров И один метр И никому в нашей семье Это не интересно Надо же Она совсем близко Ого Вот это да Клад Так А мы ему так А этому вот так Ха-ха Да А этому вот так Ха-ха Ух ты, пух ты Клад Хм, скрепка Ха Так Давай, давай, давай Ну-ка Ух ты, пух ты Клад Малыш Потише можно А? Вот так Просто можно Ну-ка, ну-ка, ну-ка Эх Ага Теперь точно клад Будем копать Гвоздь мне в кеды Да нет здесь никаких кладов Ну звенит же Вот что звенит Малыш Клады только в кино бывают Иди Во что-нибудь другое поиграй Вот он где Малыш, отдай Это серьезный прибор А не детская игрушка А я не играю Я им сокровища ищу Такие еще сокровища Старинные Откуда здесь старинные? Наш дом новый Его недавно построили Нет здесь никаких сокровищ Тогда я буду на улице искать Улицу уже давно построили Все клады давно уже выкопали Все, поиграл и хватит Клады вообще-то по карте ищут Там место клада крестиком отмечено Тогда нужна карта С крестиком Карта сокровищ Вот он крестик Малыш, стой! А ну отдай! Стой! Мое платье! Отдай! Это выкройка! Отдай платье! Дружок, помоги! Нет, нет, моя карта! Какая еще карта? Это выкройка моего платья! А я думал, карта сокровищ Я так мечтаю найти настоящий клад Глупости! Все клады давно выкопали Займись чем-нибудь полезным Книжку почитай! Лучше мяч погоняй! А я, когда был маленьким Мечтал участвовать в межгалактическом матче Да! А я изобрести вечный двигатель А я так хотела увидеть настоящую фену! Пусть хоть у малыша мечта сбудется Генка? Генка! А? Кто здесь? Роза? Фу! Вот инфузория! Как я напугался! Ты, значит, тоже сокровище прячешь? Ну, да Дружок! Клад закапываешь? А? Ой! А вы откуда сбываете? Ладно Давайте общий клад делать Ух ты, пух ты! Карта! Карта сокровищ! Да, детские мечты – это святое! Клад! А? Я нашел клад! Настоящий! Клад! Действительно! Настоящий! Ха! Ахахахаха! Важное событие Косинус нуля градусов Единица Лунная соната? Людвиг Ван Бетховен Класс инфузории? Споровые! Нет, ресничные! Время! Браво, маэстро! Немного поторопился в конце, но в целом блестяще! Нет, на этой олимпиаде ошибок быть не должно! Я должен еще подготовиться! Главный приз даю только за победу! Завтра ты его получишь, не сомневаюсь! Ты даже не представляешь, как я этого жду! Обучение в лучшей иностранной школе! Бок о бок с великими учеными умами и современной техникой! Я должен победить! Нельзя упускать такой шанс! Так держать, сын! Ну, не буду тебе мешать! Хм! Можешь его починить? Пожалуйста! Я бы помог, вот только сейчас я... Ладно, давай погляжу! Спасибо! Ура! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Наверное, заразился от поезда Почини, пожалуйста Что это за скрепочная эпидемия? Может, их кто-то нарочно туда запихивает? Спасибо У меня завтра важная олимпиада, между прочим Извини, брат Нужно отточить удар правой Дим Малыш, давай завтра Не обращай на нас внимания У нас номер в школьном театре Мы совсем не репетировали А можно в тишине репетировать? Музыка отвлекает Ну ты скажешь Какое же лебединое озеро без лебединого озера? Что поделать? В комнате мало места для тренировки Мой кораблик тоже заболел Хватит! Прекратите весь этот цирк Кто кричал? Что такое? Да мы, это, просто дурачимся Нашли время Так, продолжай спокойно готовиться Будет полная тишина, обещаю У Гены завтра важная олимпиада Можно сказать, судьбоносная А вы шумите, мешайте ему готовиться Мы просто, просто очень хотим Хотим, чтобы Гена остался Чтобы не уезжал Если он плохо подготовится То вряд ли сможет выиграть эту поездку И останется с нами Но нельзя думать только о себе Гена очень хочет победить и уехать Это важный момент в его жизни Эти важные моменты оставят нас без брата Честно признаюсь, я тоже не хочу, чтобы он уезжал Так просто не разрешай ему участвовать Ага, тем более у нас в городе хватает школ для умников Ничего не могу поделать Это его выбор, его шанс осуществить свою мечту Так что давайте не будем ему мешать Вот именно Я сам знаю, что для меня лучше Ну как? Провалил Это же мы! Мы виноваты! Мешали тебе готовиться! Прости нас, пожалуйста Это ежегодная Олимпиада Следующую обязательно выиграю А пока придется вам еще годик меня потерпеть Геннадий Барбоскин? Да? Куда же убежал наш победитель? Вы забыли свой приз за первое место Нашей школе нужны такие одаренные интеллектуальные Ошиблись номером Зеленый гоблин Сейчас я тебе такое покажу Ого! Это же редчайший малайский кузнечик! А то! На свой скейт выменил У Тимохи Я назову его Зеленый гоблин Все жду, когда он застрекочет Но он чего-то молчит И правильно делает Лучше, чтобы его никто не слышал и не видел Представляешь, что будет, если Роза узнает про кузнечика? А что будет? Шутишь? Роза боится кузнечиков больше всего на свете Если узнает, что он в доме, у нее будет истерика А я его замаскирую Хомяк Роза в жизни не узнает Может, лучше банку спрятать? По-моему, он сейчас застрекочет Стой! Стой! Эй! Не прыгай! Не прыгай! Останови! Ты что? Останови! Ой! Ну, куда же ты? О! Дружок! Это ты взял мой розовый маркер? Э-э-э-маркер? Э-э-маркер? Вроде того Ну так неси обратно Чего стоишь? Э-э-э-счас Я не люблю, когда мои вещи берут без спроса Вот И чтоб больше не брал Ясно? А где мой гоблин? Роза Не могла бы ты на секунду выйти из комнаты? А-а-а Еще скажи, из дома уйти Роза Послушай А чем ты тут занимаешься? Не твое дело Я всегда хотел уметь танцевать Может, ты меня научишь? Повернулись туда Повернулись сюда Вот По-моему, у меня хорошо получается Ой, 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 ой Издеваетесь, что ли? Нет, нет Вы что? Что-то скрываете от меня? Нет, нет Ничего Нет, нет, ничего Что? У меня что-то с прической? Нет, нет, что ты? А давайте подушками кидаться Теперь точно все пропало Не пропало Я знаю, как вытащить Розу из комнаты Роза! Отстань! А тебя к телефону! Бегу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вообще Мало того, что про телефон наврали Так еще мои вещи хватаете Лучше не открывай Только хуже будет Ой, какой хорошенький Не понял А где истерика? Мы думали, ты боишься кузнечиков С чего это? Посмотри, какой он лапочка Значит, гоблина можно оставить Да Ура! Я все напутал Это Лиза боится кузнечиков Ой, а куда он делся? Ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля Контакт Марсианин, я землянин Отзовись Марсианин, я землянин Отзовись Марсианин, я землянин Отзовись Марсианин, я землянин Отзовись Леночка Ты уже третий день не спишь Может, тебе немного отдохнуть? Вот-вот А то забвал антенну, понимаешь? А мы должны без телевизора сидеть Контакт с иными цивилизациями важнее вашего телевизора Марс будет находиться на таком коротком расстоянии от Земли Всего несколько дней Такой редкий шанс для контакта А вы? А мы? Геночка Ну дай нам антенку, хотя бы на часик Сериальчик посмотреть А мы тебе печеньки Ням-ням, как вкусно Овсяное? Нет Пока вы будете смотреть свой сериальчик Земляне могут упустить свой шанс От имени науки прошу покинуть марсианско-землянский переговорный пункт Ну и пожалуйста Еще денек не поспишь И сам марсианином станешь Бе Наука требует жертв Марсианин, я землянин Отзовись Марсианин, я землянин Отзовись Привет, землянин Я марсианин Что? Контакт? Да-да, контакт Но если ты хочешь поговорить со мной То тебе нужно заснуть Потому что я разговариваю только с теми, кто спит Хорошо, я готов заснуть Баю, баюшки, баю Не ложись на краю Откуда ты знаешь нашу земную колыбельную? Я ее знаю, потому что... Марсианин, я землянин Отзовись Марсианин, я землянин Отзовись А? Ахуин, парни Эх, Лизка, Антону хватай Сорвать межпланетную встречу решили Наукопродавцы А папа говорит, что никаких марсиан не существует А все научное сообщество говорит, что существует Я докажу Они меня не остановят Открывай сейчас же И не подумаю Ах ты А мы сейчас его любимые журналы начнем выбрасывать Тогда быстро откроет Вот, наука и собачья жизнь Новый номер Не трогай журнал Сейчас порву Только попробуй Воска, смотри, что здесь написано Марсиан не существует Ученые доказали, Марсиан не существует Снимки Мауса, сделанные в тот момент, когда Маус... Ученые доказали Не оставляет сомнений, Марсиан на Марсе Нет Нет Неужели Марсиан действительно не существует? Ну, не расстраивайся, братишка Зато теперь мы все вместе сможем посмотреть телевизор Идем Сейчас мультики посмотрим Может, даже каких-нибудь инопланетян покажут Вертикальный взлет Ой, что это? Фу, какой некрасивый мультик И показывает плохо Ты и я, ты и я Мы станем подружеской Ты и я, ты и я Мы станем подружеской Субтитры подогнал «Симон»